И всем привет, ребят! С вами Мистер Ваник и я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик очень на интересную тему, можно сказать, внеплановая тема, о которой я бы хотел поговорить с вами и узнать вообще вашу позицию и точку зрения по всему этому событию. Как вы знаете, у нас совсем недавно, ну можно сказать, еще даже, конечно же, не закончился, потому что у нас будут еще одни ивентовые выходные и будут еще праздники. И именно сейчас у нас, например, в игре должны были быть дополнительные x2 фонды и опыт. Проходит ивент, посвященный 8 марта. Как у нас было, например, до этого на 14 февраля и на 23 февраля, у нас в игре есть определенный период времени праздника. И все эти праздники имеют свою программу, имеют повышенные фонды, опыт, особые миссии, там спецрежимы, спецкарты и все в этом духе. И если у нас 14 февраля и 23 февраля было по полторы недели повышенных x2 фондов, повышенных, как я уже сказал, там, опыта и всех вот этих вот замечательных вещей, миссий там и прочее, да? Ну, я уже пропускал, но вы поняли. То на 8 марта у нас анонсировали изначально, я даже выложил видеоролик с анонсом, где у нас все было то же самое с супермиссиями, спецкартами, спецрежимами и x2 фондами. На протяжении x2 фондами и x2 опыта на протяжении полторы недели, соответственно, с пятницы, сейчас вам даже скажу, какое число, с пятницы, с пятницы, с пятницы, с пятницы, 5 числа по непосредственно воскресенье, 14 марта. Я сказал, что это круто, все дела, найс фонды, найс ивент, опять можно пофермить, пофармить, возможно увидеть новый танковый рекорд, потому что у нас две недели подряд, или неделю, потом через неделю менялись рекорды по количеству заработанных кристаллов в танках за неделю эту самую, да, ивентовую. И тут вдруг, бац, сначала у нас выходит то, что будет полторы недели, так же само x2 фондов, на следующий день выходит видеоблог, и магическим образом полторы недели превращаются в 6 дней, непосредственно пятница, суббота, воскресенье, это 5, 6, 7 марта, и через неделю опять пятница, суббота, воскресенье. Ну и понятное дело, что, ну, такие моменты я не могу пропускать из виду, и говорить вам то, что там может быть это была какая-то ошибка, там, или еще что-то в этом духе, если это ошибка, то, ну, как бы, такие ошибки в таких моментах, во-первых, не должны быть, во-вторых, у вас есть два ивента, которые вы делаете примерно одинаковыми, делаете с повышенными фондами и всем этим делом на полторы недели, вдруг выходит следующий ивент, и у вас опять все те же самые полторы недели, и тут, хопачки, изменяем на, вместо полторы недели, 6 дней. Появляются вопросики, почему, зачем и как это вообще работает так, что прекрасным образом полторы недели вдруг резко меняются и превращаются в 6 дней. С чем это связано, почему такое происходит, и кто на самом деле зажал кристалл? Вопросов много, я, ну, понятное дело, что, как бы, ну, не могу остаться доволен с этим, хоть и, ну, примерно нахожусь на нейтральной позиции, да, и, в принципе, там могу сказать, что, что, как бы, ну, ничего там такого сверх страшного в этом нету, но, извините меня, если вы выкладываете анонс в четверг, в котором у нас пишется то, что ивент будет на протяжении полторы недели на всем периоде времени с повышенными Х2 фондами Х2 опыта, на на следующий день вдруг в видеоблоге это все меняется, меняется сама запись на форуме, меняется запись на официальной странице танков и полторы недели превращаются только в пятницу, субботу, воскресенье, и через неделю опять в эту же самую пятницу, субботу и воскресенье, то это ненормально при любом вообще раскладе, и это уже второй момент, который я акцентирую в этом году, и считаю, что это проваличи, микро, не микро, расценивайте, как хотите, но это неправильное действие абсолютно, которое выводит большое количество игроков в негативное русло зачем делать анонс, зачем делать изменения, если вы делаете одинаковых практически два ивента на примерно похожий праздник, и делаете третий ивент на чисто примерно такой же самый дефолтный праздник и вдруг меняете и корректируете действия уже после выхода самого анонса эти действия, ну, как я уже сказал, приводят при любом раскладе к негативным эмоциям, комментариям и это те самые моменты, за которые потом предъявляют люди и на которые в конечном итоге, в дальнейшем они обращают внимание потому что такие действия, с точки зрения проекта, который должен продумывать то, что он делает это уже грубейшая ошибка ну, как можно сделать ивент и через энное количество времени до выхода видеоблога, с четверга до пятницы четырех вроде, да, или три, или четыре, да, то есть у нас там по МСК выходит видеоблог вдруг происходит переобувочка и магическим образом полторы недели превращаются в шесть дней я считаю, что такого не должно быть при любом раскладе, в любом случае в любом абсолютно виде ну, просто в любом такого не должно быть и если такие моменты происходят, то я акцентирую на них внимание, абсолютно сто процентов и считаю, что такого не должно быть зачем это делается? ну, я, наверное, думаю, что кто-то зажал кристаллы кто-то посмотрел экономику заработок кристаллов игроками и посчитал, что и так очень много повышенных фондов хотя, если подумать да у нас был прошлый год да, вот примерно в этих же датах стартовали жестко повышенные там фонды жестко там повышенные ивенты и ну, никто так сильно на эти моменты вообще не обращал внимания и тут вдруг какие-то урезания пошли кому-то вдруг стало жалко каких-то жалких ну, сколько? полторы недели? ну, шесть дней шесть дней пять даже пять дней не шесть, пять даже, может, даже не пять меньше ну, короче, грубо пять дней окей пусть будет пять дней пять дней фондов стало жалко и это стоит того, чтобы ну, игроки начали думать всякие разные нехорошие мысли ну, я считаю, что это того не стоит я считаю, что в данной ситуации даже если изначально разработчики думали то, что ну, и хотели, например, сделать, да то есть не на протяжении полторы недели повышенные фонды а на протяжении только пятницы, субботы, воскресенья и пятницы, субботы, воскресенья через неделю но вдруг сделали на весь период времени это нужно было оставить и без разницы на то, что видеоблог был сделан раньше там и то, что якобы все было уже подготовлено вы выпустили анонс анонс на который записывают обзоры те люди, которые занимаются ютубом большое количество игроков сами смотрят эти движения распланируют свои, как бы, там дни игровые да, когда они что будут выполнять что они будут зарабатывать там, как бы планируют где они могут заработать больше 300 но все-таки ну, это игра окей это игра все, как бы, смотрят на эти вещи объективно и вдруг после анонса происходит через одно количество времени изменения я, честно ну, просто сидел и думал кому стало жалко зачем так делать и для чего такие моменты происходят то есть, если вы уже с нового года стараетесь делать крутые грамотные четкие обновления и потом просто переобуваетесь ошибаетесь ну я не знаю печально печально что вы печально печально когда моменты такие происходят а потом кто-то удивляется что блин а почему у нас там онлайн падает почему все не так хорошо как мы думали потому что надо делать все сразу четко грамотно если уж есть мысль то нужно не допускать таких ошибок а если уж они были допущены значит должны были быть уже проделаны изменения не в худшую сторону ведь анонс был даты были видны и изменение этих дат не должно было случаться вот такой видеоролик вот такие мои мысли может быть кто-то с ними согласен может кто-то нейтрален но вот такая вот у меня позиция поэтому мне было бы интересно узнать вашу точку зрения по этому поводу какие у вас были планы на эти ивентовые полторы недели планировали вы формануть жесткое большое количество кристаллов например чтобы что-то новое приобрести и вас может быть так же само обломали пишите по этому поводу в комментариях мне было бы интересно узнать вашу позицию по этому всему поводу по всей этой ситуации поддержите данное видео ролик лайком подписывайтесь на канал у меня на это все всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока удачи удачи